Я всех приветствую на нашем канале! Меня зовут Ольга Елисеева. Приветствую всех в домашнем сыроделием! Сегодня я в своей сыроварне на 40 литров молока буду варить полутвердый сыр с добавлением ферментированного черного чеснока. Молоко коровье утренней дойки после дойки прошло 5 часов. Это молоко я пропастеризовала до температуры 65 градусов с выдержкой 30 минут и охладила до температуры внесения закваски. На данный момент кислотность я замерила 6,6. Кто пользуется сыроварнями, чтобы прогреть молоко более равномернее, включайте мешалку на низкие обороты. Таким образом, ваше молоко будет вымешиваться и равномерно прогреваться. На терморегуляторе я установила температуру 32 градуса. И сейчас, когда температура будет достигнута, я буду добавлять мезофильную закваску. Этот сыр у меня будет полутвердый. Для приготовления этого сыра я использую закваску ЧАЗИТ МА11. Все свои товары для сыроделия я закупаю в интернет-магазине Здоровеева. Если вы сейчас не можете себе позволить купить, например, прибор для измерения кислотности молока, то воспользуйтесь вот такими вот индикаторными полосками для измерения кислотности. Вот так выглядит индикаторная полоска молока. Вы ее берете, опускаете в молоко и сразу сверяете, какого цвета кислотность вашего молока. И вы уже дальше понимаете, с какой кислотностью вам придется трудиться. То есть, какой сыр вы будете из этого молока готовить. Пойдет он на более элитный сыр, то есть на подобие швейцарского, где нужна кислотность 6,6 не ниже. А если же ваша кислотность уже 6,057, то значит уже нужно приготовить вытяжной сыр. Таким образом вы получите вкусный и хороший продукт. Покупая закваску мизофильную, термофильную или мезотермофильную, знайте, что вы можете всегда приготовить производственную закваску. Для этого вам понадобится 1 или 1,5 литра молока. Добавить в это молоко, кипяченое, остуженное, вашу закваску и заквасить. Производственная закваска поможет вам более точно измерить нужное количество закваски, которое идет для приготовления сыра. Нужное количество закваски я вам укажу в рецепте под видеороликом. А сейчас я приготовлю производственную закваску на мизофильных культурах. Для этого мне понадобится контейнер, в котором она у меня будет сквашиваться. Для приготовления производственной закваски молоко нужно прокипятить и остудить до температуры 36 градусов. Молоко может быть обезжиренное или обычное цельное. Итак, я буду заквашивать мизофильной закваской. В мизофильной закваске я добавлю 1 четвертую чайной ложечки. Объем молока может быть 1 или 1,5 литра или даже 2. Закваска в любом случае сработает на этом объеме молока. Сейчас видно, что кусочки закваски плавают в молоке. Также дам им впитаться и перемешаю в молочке. Далее накрою крышкой и поставлю на заквашивание при температуре 36 градусов. Заквашивать можно в мультиварке. Заквашивать также можно в печи хлебопекарной, в дегидраторе. Любое место, где будет поддерживаться нужная температура. И отправляю на заквашивание. Вот и готова производственная закваска. Я ее только что достала из духовки. Нужно было ее немножечко пораньше достать. Потому что видно, что здесь уже на поверхности появилась сыворотка. Смотрите, дальше что нужно с ней сделать. Можно просто заморозить целым контейнером. Либо поступить следующим образом. Взять, расфасовать эту закваску по чистым контейнерам. Например, по 100 грамм. Если вы делаете сыр из 10 литров молока. Это будет как раз 1% производственной закваски к объему вашему молока. По вкусу закваска получается с чисто выраженным вкусом пастеризации. Ароматная, сливочная. Изофильная закваска сквашивается 4-6 часов. Это все будет зависеть также и от температуры. Если температура будет выше 36, конечно, заквашивание будет происходить побыстрее. Если температура падает, то заквашивание продолжается подольше. Итак, а сейчас температура молока 32 градуса. Перед тем, как добавить закваску в молоко, я добавляю хлористый кальций. Дозировка хлористого кальция сухого 2 грамма на 10 литров молока. Не более. Мизофильную культуру я добавила на поверхность молока. Сейчас она у меня впитается пару минут. И я ее перемешаю во всем объеме молока. Закваска будет работать в молоке. И кислотность молока будет, соответственно, нарастать. Для приготовления этого сыра я использую сычужный фермент экстра. Кислотность молока сейчас у меня наросла. PH 6,3. И теперь я добавляю растворенный сычужный фермент. Теперь его нужно перемешать в молоке хорошо и оставить до образования сгустка. Проверим точку флокуляции. На поверхность молока опустим крышечку. И после того, как крышечка перестанет вращаться и образуется вмятинка, мы это время умножим на мультипликатор 3 для полутвердого сыра. Итак, крышечка перестала вращаться и образовалась вмятинка. Время у меня составило 12 минут. Вот я убрала крышечку и вы видите на поверхности молока вмятинку. Итого, время получается до нарезки сгустка 36 минут. Образовавшийся сгусток я нарезаю при помощи струнной лиры на 1,05 см. Вот так выглядит нарезанный сгусток. Сейчас я его буду вымешивать в течение 10 минут при температуре 32 градуса. Далее я повышу температуру до 38 градусов. Поставлю скорость вымешивания побыстрее. И буду вымешивать в течение 25-30 минут. Когда вы нарезали сырный сгусток, обращайте внимание на его консистенцию. Если ваш сырный сгусток получился более нежный, то на первых этапах нужно вымешивать бережно, чтобы сыворотка отходила постепенно. Если на первом этапе, когда ваш сгусток еще слабенький, дрябленький, а вы включите быстрые обороты, то у вас получится сырная пыль и уже не образуется такого хорошего, ровного, красивого сырного зерна. Я этот сыр буду закладывать на взревание, поэтому я его буду промывать. Я удалю 30% сыворотки и волью воду температурой 38 градусов, это же количество, и вымешиваю сырное зерно. После промывки сырное зерно закладывается форма. Перекладывать сырное зерно я буду в форму. Форма у меня металлическая. Застелю ее тканью и буду помещать слоями сырное зерно. Этот полезный ферментированный черный чеснок приготовил мой муж. Этот чеснок относится к деликатесам, поэтому и сыр, можно сказать, будет деликатесным. Ну и так, сейчас я расскажу немного об этом чесноке. Длительная ферментация чеснока более 50 дней уменьшает его резкий запах и сильный аромат. После ферментации у овоща возрастает количество антиоксидантов и фруктозы, а также у него сохраняется свойство натурального антибиотика. Богатый составом продукт позволяет стимулировать и укреплять иммунитет. В аромате и вкусе явно слышны нотки сухофруктов. Нравится то, что чеснок не содержит запаха и имеет все полезные свойства обычного чеснока. Обладает противовирусными и противомикробными свойствами. От обычного чеснока черный чеснок отличается сладковатым вкусом, который сравнивают с карамелью. Текстура овоща чем-то похожа на изюм или инжир. После приготовления черный чеснок похож на чернослив. У черного чеснока отсутствует острый запах и вкус. Свой ферментированный чеснок я храню в бумаге, фольге и в контейнере, закрыв крышкой в холодильнике. Пока молоко у меня заквашивается, я его нарублю на кусочки, для того, чтобы поместить этот чесночок в головку сыра. Крупными кусочками я нарезала черный ферментированный чеснок и закладывать его буду слоями в сыр. Поместила немного сырного зерна и теперь посыпаю сюда кусочки ферментированного чесночка. Распределила чесночок равномерно, чтобы при разрезе попадались одинаковые кусочки. Итак, в сыре у меня получилось 4 слоя чеснока. И верхний слой я закрываю сырным зерном. Теперь я эту сырную головку переверну в другую сторону и поставлю под пресс. Прессование первые 30 минут самопрессованием. Далее нужно сыр взвесить и поставить 2 веса головки на 30 минут. Далее сыр нужно прессовать 1 час с весом 3 головок и 2 часа с весом 4 головок. Каждый раз при прессовании сыр нужно переворачивать. Температура в помещении, где происходит прессование, не выше 22 градуса. После самопрессования сыр помещаем в 20% рассол и просаливаем на каждые 500 грамм сыра 3 часа посолки. В середине времени просаливания мы сырную головку перевернем, чтобы она лучше просалилась. Головку сыра с рассолом я ставлю для просаливания в холодильник. Сыр отпрессован, просолен и в холодильнике после посолки он у меня находился ровно 1 неделю. И сейчас нужно защитить поверхность сыра на дальнейшее вызревание. В течение недели сыр находился в холодильнике. Я его переворачивала каждый день. Корочка равномерно на сыре образовалась. Сейчас мы ткань выкраиваем для того, чтобы эта ткань подходила по размеру сырной головки. Мандажирование – это старинный способ покрытия сыра с помощью плотно прилегающей ткани. Конечно, ткань должна быть натуральной, поэтому я использую лен. Он позволяет обеспечить газообмен и не препятствует образованию сырной корочки при возревании. Заказывала натуральное льняное покрытие на сайте сыроварни Тримасова. Ссылки оставлю. При бандажировании не надо ухаживать за поверхностью сыра. Если плесень появилась обильно, ее достаточно убрать, соскоблив ножом. После возревания бандаж выкидываем, а сырную головку зачищаем. Вот так выглядит домашний, натуральный, гусиный, вытопленный жир. Можно использовать любой жир любого животного или топленое масло. Разогреваю жир на водяной бане. Жир полностью растопился. Теперь я покрываю им сырную головку и покрываю льном. Можно ткань окунуть в жир, отжать и нанести на сырную головку. Или нанести при помощи кисточки. Посмотрите, какая получилась красота. Все аккуратно, красиво. Сырочек отправится сейчас у меня в холодильник на возревание. Жир этот на поверхности застынет. И еще плотнее будет облегать сырную головку. Завязала сыр сверху бечевочкой. Так выглядит сыр презентабельнее и удобнее брать. Также бечевкой, когда мы затягиваем, образуется дополнительная фиксация. Обязательно ставьте пометки, когда ваш сыр был произведен. Для того, чтобы видеть его срок возревания. Сыр с ферментированным черным чесноком я отправлю на возревание минимум на полгода. А вообще его хочу раскрыть через 9 месяцев. Этим латексным покрытием я пользуюсь уже давно. Мне вы можете заказать латексное покрытие. В наличии 9 цветов. От светлых до самых темных. Оно обладает отличными защитными свойствами. В нем сыр успешно зреет, достигая полного вкуса. Латексное покрытие можно наносить на сырную головку после того, как вы приготовили свой сыр через 3 дня или через 5 дней. Убедитесь в том, что сырная головка абсолютно высохла. Латексное покрытие это удобный и практичный способ для возревания сыров. Сейчас я буду наносить обмазку. Это у меня сыр с ферментированным черным чесноком. Он у меня вызревал примерно 3 недели. Сейчас я подготовлю. Сюда добавила масло рыжиковое и немножечко оливкового. Добавлю чесночную пасту. Хорошо перемешаю. Сырные головки я зачищу от поверхностной плесени. Поверхностную плесень я удаляю при помощи лен и обмакиваю этот лен немножечко в масло. Вот это как раз подготовленное, которое я буду наносить по маску. И эта плесень легко удаляется. Также можно удалять плесень поверхностную с помощью густой солевой гущи. Далее обсушить. Но так как у меня сырные головки хорошо заветренные, я это делаю при помощи ткани и масла. К ферментированному чесноку я добавлю готовую пасту зелень-чеснок с ароматными сушеными травами. Готовая чесночная паста хорошо растворяется в масле и легко наносится на головку сыра. Руками втираем наведенную пасту. Делайте свои крафтовые ремесленные сыры. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Делитесь видео рецептами. Рецепт сыра с ферментированным чесноком смотрите под видео. Если вы новичок в домашнем сыроделии и не знаете с чего начать, записывайтесь ко мне на консультации и на мастер-класс. Ссылочки для обращения на мои социальные сети я вам оставлю под видео. Каждый человек уникальный и может сделать своими руками что-то потрясающее и гениальное. Поэтому, друзья, делитесь своими талантами и распространяйте это в своих социальных сетях. Делайте свои ремесленные сыры, хлеба, экспериментируйте. У вас обязательно все получится. Делайте свои ремесленные сыры. Делайте свои ремесленные сыры. Делайте свои ремесленные сыры. Делайте свои ремесленные сыры.